Петербург, Казахстан, опять Таллинн, Алма-Аты. Самое приятное, что в Екатеринбурге, что в большинстве этих городов я был. В Вологде не был. Кстати, я из Вологды пользуюсь, уж случаем скажу. Есть какой-то флаг из Вологды, можно помахать флагом. Ну, к сожалению, нет с собой, но в следующий раз обязательно к этому подготовлюсь. В Калининграде я проходил военную подготовку во время учебы в университете Грузии. Ни разу не был, очень хочу поехать. За Байкаль, я был на Байкале один раз. Прямо теперь можно поставить себе галочку, куда стоит съездить. Кучу географию. Отлично, тогда я... Могу показать, одну секунду, я подойду к окошку, и я покажу, где я нахожусь. Хотя видно очень мало чего. У нас идет... Это Вермонт, горы. У вас снег есть. О, снега, очень много снега. У нас снег в ноябре начался. Я лыжи не вынимаю из машины. Ну, это здорово. Да. Это во мне Эстония мокрая и холодная. В Эстонии я только питаю иллюзией достать лыжи из шкафа. Лыжи не в шкафу, а в машине, причем совершенно испортился. Катаюсь только в прекрасную погоду. Сегодня не пойду кататься, пасмурно, ведь снег идет. Тяжелая жизнь. Согласен. Тяжелая жизнь у трейдеров. Хорошо. Тогда мы начнем. Буквально несколько слов. Это предупреждение о рисках. Мы всегда очень... Как? Риски? Риски? Я думал, что все выигрывают миллионы и без копейки риска. Какие риски не могут быть? К сожалению, это не так. И всегда важно помнить о том, что риски нужно соблюдать. Не стоит особенно переходить к работе на реальном счету, пока вы не выработали свою систему, не осознали риски. И об этом тоже важно помнить. Я думаю, что многие из участников, кто сейчас подключился, уже знаком с компанией Admiral Market. Для тех, кто еще с нами не торгует, вы можете посмотреть сейчас информацию о слайде. Но я скажу то, что мы предоставляем доступ и на маржинальную торговлю, то есть классические инструменты в виде валютных пар, индексов и акций в том числе. Ну и также сейчас уже классическую торговлю именно по инвестированию в акции, которая стала доступна в прошлом году. И также мы для наших клиентов предлагаем. И это, в принципе, более интересный подход, особенно для начинающих трейдеров, когда кредитное плечо может быть дополнительным как раз фактором риска. И как раз сейчас это плечо можно уменьшить. Ну и то, что я уже сказал вначале для участников, это вместе с Александром мы каждый месяц проводим такой обзорный вебинар. Александр рассказывает свое мнение о том, что он видит на рынке, какие интересные ситуации. Ну и, как всегда, не обходится без интересных случаев, ситуаций из жизни. Я думаю, что сегодня мы тоже к этому вернемся. Ну и также, чтобы не пропустить уже записи в дальнейшем, я рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Сейчас я ссылочку также пришлю. И в дальнейшем также записи вы сможете просматривать и там. Ну, я, как всегда, не успел, Александр, вас, к сожалению, представить, но все-таки попробую это сделать чуть позже. Я сегодня хотел бы представить вас таким образом, что человек, который вдохновляет тем, что он делает, и дает возможность, в том числе начинающим трейдерам, приобщиться к подходу в инвестировании и показывать и рассказывать о своем интересном подходе. Поэтому, Александр, очень рад, что у нас сегодня ставится текущий вебинар, завершающий вебинар в этом году. И я готов передать слово вам. Единственное, что хотел задать вам от себя вопрос по поводу нашего интервью. Я напомню, что для участников у нас с Александром было записано интервью, когда он присутствовал в Таллине. Ссылочку тоже сейчас на него приложу. И там мы разыгрывали как раз комплект книг с автографом Александра. И победитель получит данную книгу, если предложит наиболее интересное ее название. Уже будущие книги. Ну, чтобы внести некоторый интерес. Александр, была ли у вас возможность посмотреть? Я думаю, что вы выбрали, ну, по крайней мере, есть некоторые названия, которые вам были интересны. Вы знаете, да, слушаю вас. Да, вот хотел спросить, была ли такая. Одну секунду. Да, я посмотрел и очень, значит, во-первых, я не собираюсь писать следующую книгу, по крайней мере, очень долгое время. Каждый раз, когда я пишу книги, они меня отвлекают от трейдинга. Я считаю, что моя последняя книга, «The New Trading for a Living», которая, кстати, сейчас переводится на русский язык, это такой вот ключевой труд. Я занимаюсь трейдингом. Я занимаюсь трейдингом и какими-то еще такими не очень обременяющими проектами, как, например, этот вебинар. Книга в очень далеком будущем. Очень интересные названия люди предлагают. Я даже сказал бы, что мне больше всего понравилось не название, а тема. Один из ваших посетителей предлагает написать книгу для детей про трейдинг. Вот я знал, что вам это понравится. Да, вы знаете, я очень-очень давно думаю об этом. Не так, чтобы я очень концентрировался на этом, но с удовольствием бы сделал это. Главное, что детей можно научить трейдингу. Я не помню, рассказывал ли я здесь, где-то лет 10 тому назад, я год преподавал трейдинг в средней школе. Это маленькая частная школа в Нью-Йорке, в которой учились все мои дети. У меня остались очень дружеские отношения с директором. И я ему сказал, два главных предмета, которые нужно преподавать. Это общение с людьми и деньги. А все остальное – факультатив. Некоторые умные люди услышали это и говорят, а, Элдор говорит, математику учить не надо. Нет, математику надо учить. И директор школы мне говорит, ну, общение с людьми, мы их учим этому, а про деньги, может быть, вы поучите. Я вот год преподавал в школе, и я открыл счет 40 тысяч долларов и сказал, что если мы потеряем какие-то деньги, то, естественно, это моя проблема. Если мы сделаем деньги, то я половину прибыли подарю школе, а половину прибыли распределю между участниками класса в зависимости от степени их вложения в общий успех. И так оно и получилось. Сделали деньги, и дети были очень довольны. Хотя я остался совершенно недоволен. Это была частная школа. Дети были очень испорченные, наглые. Все им полагается, все им на блюдечке. И я понял, почему мои дети всегда жаловались на эту школу. Так что больше я туда уже преподавать не пошел. Бесплатно преподавал, естественно, на общественных началах все это дело было. Так что если премия кому-то, то кому-то предлагают написать книжку для детей. Хотя с названием... Очень много хороших названий, просто невозможно выбрать. Много хороших названий, а книжки для них нет. Ну, может быть, из названия она появится. Тогда мы поступим таким образом, что человек, который порекомендовал это именно делать для детей, то мы уже ему отправим данный комплект книг. И потом также вместе сможем посмотреть, выбрать уже, по крайней мере, еще двух, ну, наиболее интересных, которые вам, по крайней мере, были ближе, и также им подарим. Ну, а всем, кто еще его не успел посмотреть данное интервью, я также приложил ссылочку в чат, посмотрите, и также всем рекомендую это сделать. Со своей стороны я сейчас готов перейти в метатрейдер, чтобы мы уже смогли посмотреть, что же у нас происходит на рынках, ну, и, по крайней мере, чтобы у нас уже появился график на, скажем так, перед нами. Тогда по книгам поступим таким образом. Я посмотрю еще раз тогда, и постараюсь предложить два названия. Хорошо. Мы, как всегда, традиционно можем начать с индекса S&P 500, потому что у нас новый максимум. Вы, ну, по крайней мере, из тех, кто написал из тех мест, из которых нас смотрят, пожалуй, единственный человек, кто находится в США. Вы ближе всех к Трампу. Расскажите, что там происходит. Вы знаете, я жил до последних шести или семи лет. Я жил в Нью-Йорке, совсем близко к Трампу. Что сказать про Трампа? Он вульгарный. Я бы не хотел его к себе в дом, в гости. Но он бы и сам ко мне не пришел бы. Но я голосую не за друга, не за гостя, а за лучшего лидера этой страны, каким Трамп на самом деле является. Я не голосовал за него в первых выборах. Я думал, что у него нет шанса. Но в этих выборах я собираюсь голосовать за него. Экономика стоит на ушах. Экономика – единственная жалоба, которую я слышу от всех своих друзей, которые в реальном бизнесе. Невозможно нанять людей. Все заняты. Безработица на самом низком уровне. Причем на всех уровнях, начиная от ученых и кончая уборщиками. Безработица среди черных – самая низкая за всю историю Соединенных Штатов. Все работают. Китайцам взяли наконец на мушку, потому что они… Китай – это продолжение исторической тенденции. Ленин, Сталин, Гитлер и теперь этот Си в Китае. Авторитарные, опасные люди. Враги свободного общества. Ну и так далее, и так далее. А то, что сейчас происходит, это никого не интересующее. Мое личное мнение, которое жена все напоминает. Держи его при себе. А что происходит сейчас? Трампу вчиняют импичмент. А импичмент состоит из двух стадий. Сначала Конгресс, низшая палата, голосует за то, чтобы снять с президента иммунитет. А второй шаг – его судят в Сенате. Сто сенаторов, значит, выступает в роли присяжных. И расклад очень простой. У демократов большинство в Конгрессе. И они, естественно, с него снимут иммунитет. А в Сенате большинство из республиканцев. И его оправдают. Так что, то, что Трамп останется при должности, об этом, это так же, как что солнце взойдет завтра. Сомнений никаких нет. Единственный, какой вопрос возникает, как пойдет этот суд. Трамп хочет превратить, республиканская партия хочет провести этот суд быстро. Провели, проголосовали, закрыли страницу, пошли дальше. А Трамп хочет очень развернутого суда, чтобы повернуть столы против демократов. Потому что так и так ему предстоит выиграть этот суд. Он хочет, так скажем, большое шоу сделать. Посмотрим. Самое занятное, и, кстати, это может быть по деньгам даже немножко занятно для ваших участников, это то, что в Америке есть крошечная биржа, у которой есть лицензия торговать контрактом на выборы, на результаты выборов. И я на этой маленькой бирже играю уже лет 20. Биржа крошечная, максимальный счет 500 долларов, копейки. Но система такая, значит, вы можете ставить на партию А или на партию Б, и их акции стоят в общей сложности всегда доллар. То есть, если, допустим, там демократы 52 цента, то республиканцы 48 центов. А в ночь выборов, когда, значит, закрываются выборы, то одна акция идет вверх до доллара, другая вниз до нуля. И я практически на каждых выборах удваиваю свой счет. 500 долларов удвоить, конечно, это великолепная сумма, можно купить реактивный самолет. Но дело не в этом, а то, что приятно. Очень простая система. Я просто жду уже поближе к выборам. Смотрю на график. И там две полосы. Красная – республиканцы, синяя – демократы. И какая полоса выше, ту полосу я и покупаю. Ну, обычный. Обаму я покупал вообще за 60 с чем процентов. Вот так вот. Это, если ваших зрителей это интересует, я могу прислать ссылку. А так это называется Aiva Electronic Marketplace. Aiva – это штаб. Aiva Electronic Marketplace. Это биржа маленькая, крошечная. Принадлежит университету, который получил лицензию. Уже лет 20 это существует. Очень советую посмотреть. Очень занятно, по крайней мере. Потому что люди все болтают языком, а когда дело доходит до денег, вот тут и начинается реальность. Вот то, что в газетах – это языком. А то, что на этой Aiva Electronic Marketplace – это реальность. Беспроигрышно. Хорошо. Я думаю, что это будет интересно для наших участников. Вот долгий ответ, но очень быстрый вопрос, что я думаю о ситуации. Ничего особенного. Политическое шоу идет. Я думаю, что Трамп его очень сильно выигрывает. Это шоу. Давайте посмотрим лучше на график S&P. Это будет более спасительным. Да, вот сейчас открыл. Сейчас вы видите перед собой его? Я его сейчас не вижу. Но вы мне скажете, куда мне кликнуть, и я его увижу после. Вам нужно кликнуть на Zoom. Так, 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 так. А, да, Zoom. Вот, вот, вот. Zoom, и он говорит… А, он говорит «Upgrade now». Предлагает дать им 15 долларов. Нет, у вас тогда должен быть уже запущен. То есть там, где у вас сейчас идет… Если вы видите себя, свое окошко… Да. Там должно быть как раз само окно. Я вижу себя самого в окне, и я вижу… Такую, как бы, страничку написано «Роман Усяков», и все. Show large active speaker. Show thumbnail video. Small speaker. У вас, по идее, должно быть уже запущено вот это окно Zoom внизу, там синенькая такая иконка. А, вот-вот-вот-вот-вот, точно, точно. Роман, где бы я был без вас? Спасибо. Увидел. Увидел. Окей. Я начну, название предлагают «Алгоритмы стабильной торговли». Это очень громкое название. Очень громкое название. И серьезный вопрос. Фил пишет. «Как меняется ширина конверта на рабочем или на старшем таймфрейме?» Автоматически на обоих. Зависит от теперешней волатильности. Конверты все время подстраиваются под волатильность. Оба конверта. Еще предлагает экономическая грамотность. Меня пригласили книжку написать. У нас есть серия, значит, для чайников. Трейдинг для чайников. Я говорю, да нет, чайникам лучше не надо. Окей. Смотрим на график S&P. Вы знаете, и плюс, и минус. Плюс. Американский рынок сейчас, вчера, по крайней мере, достиг исторических высот. Никогда в жизни таким высоким не был. То есть, любой график, который идет из нижнего левого угла в правый верхний угол, сомнений об этом нет. Что за тренд? Тренд вверх. Так что все хорошо, прекрасная маркиза. Тренд вверх. И перемены этого тренда, по большому счету, не стоит ожидать. Тренд вверх. Теперь смотрим на более краткосрочный график. Извини, смотрим на левую сторону все еще. Значит, как всегда у нас, слева недельный, справа дневной. Смотрим на левую, с левой стороны, на недельный график. И что мы видим? Этот тренд, к сожалению, не идет по линейке. Он не идет вот прямо вот от 2400 до 2400 был внизу, немножко ниже, и сейчас 3200. Вот он, собака, не идет по линейке. Он все время чего-то шебуршится. Он то вверх, то вниз. В результате вверх. Но это не прямое движение, а то вверх, то вниз. И что мы видим сейчас у левого края? Извините, с левой стороны у правого края на недельном графике. Цена бьет по верхнему конверту. Смотрим обратно. Что происходило раньше, когда цена бьла по верхнему конверту? Она обычно оставалась там на протяжении где-то 3-4 недель. А после этого обваливалась, причем обваливалась ниже зоны ценности. Как я надеюсь, вы знаете, я называю пространство между медленной и быстрой скользящими среднями, красной и синей линией, я называю их зоной ценности. И вот так вот живет рынок. Рынок то переоценен, то он недооценен. То есть в долгосрочном плане рынок выглядит прекрасно. Рынок идет вверх, четко имеется аптрет. Но когда мы присматриваемся к этому делу поближе, то мы видим, что рынок на недельных графиках переоценен и имеет смысл ожидать коррекции. Когда? Конечно, вопрос. Когда? Завтра в 11 часов утра. Я был бы очень рад, если бы я мог бы такое сказать. Но, конечно, сказать такое нельзя. Коррекция может начаться сегодня, завтра, на следующей неделе, через две недели. Ответа точно этот график не дает. Но что он точно говорит, что рынок перегнал сам себя. Ему предстоит коррекция. Это всегда так происходит. И как нам в ответ на это действовать? Как нам в ответ на это действовать? Давайте посмотрим на дневной график, потом вернемся к этому вопросу. Справа у правого края, дневной график. Здесь мы видим похожую картину. в сентябре, в сентябре-октябре рынок упал и коснулся нижнего конверта. Я, кстати, позавчера разбирал бюллетени, которые посылают периодически, раз в месяц, нашим подписчикам, клиентам, бесплатные, кстати, бюллетени, lg.com и я посмотрел бюллетень, который я послал в начале октября. Там было написано, опросы, опросы общественного мнения среди инвесторов показывают, что инвесторы боятся медвежьего рынка и больше продают акции, чем покупают, ожидают понижения. Недавно вышла статистика, что предводители хеджевых фондов, еще одна группа гениев, стоит на самом низком уровне инвестирования за 2019 год, то есть меньше всего держит акции. И количество проданных путов на опционной бирже превышает в два или три раза количество проданных колов, то есть народ, вот так сказать, игроки стоят все на понижении. И в результате пишу я одно из двух. Или все эти известные глупые группы вдруг поумнили, или может быть они не правы, и рынок должен попереть вверх. Я склоняюсь к последнему мнению. Вот это я написал в начале октября и разослал. Значит, очередной бюллетень я буду писать на этой неделе, и в нем я скажу, посмотрите на силу быков в октябре и в начале ноября. Если вы посмотрите на высоту гистограммы, посмотрите на массу гистограммы в центральном поле. Потом, значит, у нас было небольшое падение в начале декабря, и сейчас рынок поднялся выше. А каков уровень гистограммы? Гораздо ниже, чем тот, что был в октябре и в начале ноября. стоит гистограмме тикнуть вниз, то есть она сейчас поднимается, продолжается повышение. Стоит нам заметить, что гистограмма тик вниз, то у нас появится сильнейшая медвежья дивергенция. И тогда-то стоит ожидать падения обратно в район нижнего конверта. То есть сейчас СНП в районе 3200, а мишень тогда будет соответственно где-то в районе 3075, я бы сказал. Вот так вот. Точно в район нижнего конверта, который к тому времени еще поднимется немножко, 3080. То есть я бы ожидал больше 10% коррекции. Серьезная коррекция. А эта коррекция всех напугает. Всех напугает. Опять люди начнут покупать путы, опять начнут продавать акции. Понимаете, потрясающее явление на бирже. Мы ведь торгуем из года в год. Мы, как вся масса биржевиков, профессионалов и любителей, мы все торгуем практически одними и теми же акциями. Из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Да, иногда появляется новая компания, выпускают новую компанию какую-то. Иногда старая компания исчезает, значит, ее скупают, ее покупает другая какая-то компания. То есть, есть какой-то маленький такой кругооборот, что-то уходит, что-то приходит. Но это мелочевка по бокам. По большому счету мы играем теми же самыми акциями. Значит, кто-то их покупает по низам, а кто-то их покупает по верхам. Кто-то их продает по верхам, а кто-то их продает по низам. И возьмите зеркало и спросите, спросите себя, в какой группе я? Я покупаю по низам или по верхам? Сейчас верхи. И возвращаясь к вопросу, который я поставил пару минут тому назад, когда мы смотрели еще на недельный график, что делать в этой ситуации? Значит, тренд четко вверх, очень сильный тренд, отражающий великолепное экономическое положение в стране. Тренд очень сильный вверх. А дневной график и даже недельный показывают, что рынок переоценен. Что будем делать? Не входит в мои задачи давать вам советы. Было бы глупо мне начинать давать вам советы, что покупать, что продавать, потому что я не знаю ни вашей ситуации, ни объемов капиталов, ни вашей терпимости к рискам, ничего подобного. Но я могу сказать, что я делаю. Я держу позиции на повышение. И я начинаю их немножко продавать, снимать прибыли. Все очень хорошо, снимаем прибыль. Есть несколько позиций, которые я держу очень надолго, уже держу год. И даже вот ожидая этой коррекции, я себе говорю, да, падение рынка на 10%, я пересижу это. Это очень долгосрочная позиция. Вот эту позицию я буду держать. То есть я не буду паниковать, когда она упадет до нижнего конверта. Значит, по отношению к долгосрочным акциям. Что-то я держу, что-то я продаю, а по каким-то акциям я уплотняю защитные приустановки. То есть когда рынок начнет обваливаться, чтобы это дело быстренько продать. Это что касается долгосрочных позиций на повышение. А в краткосрочном диапазоне, вот так вот, чем мне заниматься на этой неделе? я дома в неких поездок, компьютер перед лицом, интернет работает. Как постараюсь снять деньги на этой неделе с рынка? Я начинаю, я не могу найти, не могу найти хороших покупок среди американских акций. Они все очень дорогие, они все убежали. я не бегаю ни за людьми, ни когда помоложе за девушками, ни за акциями. Сами придут. Но с другой стороны, с другой стороны, вот прямо косяком идут с экрана акции, которые просятся продать их на понижение, сыграть на понижение. И я понемножку начинаю открывать позиции на понижение. Очень опасно, да? Очень опасно. Рынок идет вверх, рынок вчера достиг исторического максимума, а тут сидит частный трейдер в горах Вермонте и начинает оставлять позиции на понижение. Но надо доверять своим глазам это именно то, что я делаю. Вот искать это быстрый обзор сегодняшнего американского рынка. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я думаю, что вполне. Мы можем посмотреть индекс DAX 30 или посмотреть сразу же евро-доллар? Давайте DAX 30 для сравнения. DAX 30 и евро-доллар. Потом мы можем посмотреть несколько американских акций. Опять-таки не для того, чтобы давать советы, которые давать я в принципе не могу, поскольку невозможно давать советы человека, который невозможно давать советы, которого лично вы не знаете. Лично не знаешь. Но мы посмотрим на некоторые акции, которые у меня вызывают глубокий практический интерес. Сейчас DAX 30 недельный подгрузился, дневной сейчас загружается. Вот смотрим на недельный график DAX. DAX достиг ах, как красиво, ах, как красиво, ах, как красиво. Я думаю, что эта акция это очень интересно. Значит, смотрим на левый график. Смотрим на левый график. Я не смотрел на DAX с воскресенья, а сегодня он прямо вот как похорошел. Вот так. Значит, с левой стороны недельный график. Недельный график достиг, насколько я, если память не изменяет, исторического максимума. DAX никогда не был так высоко. Или был? Был. Был. Был чуть-чуть выше, был чуть-чуть выше в 17-м году. Окей, я ошибся. Окей. Ну, можно сказать, что за последний год, за последние два года он достиг нового максимума. Смотрим на силу быков на недельном графике. Смотрим на силу быков в начале 19-го года, на высоту МСД гистограмм. Высоту и ширину МСД гистограмм. Смотрим на МСД гистограмму сейчас, у правого края, пониже. не очень сильная разница. Для хорошей дивергенции второй пик должен быть половину высоты первого или меньше. Но в районе дивергенции. Смотрим на индекс силы. Видите такие зубчики справа у нас, да? То есть за последние две недели DAX поднялся до новой высоты, а Форс Индекс сделал более низкий пик. То есть недельный график выглядит, что он начинает ослабевать. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной график. Вот здесь совсем интересно. Значит, в ноябре DAX застопорился где-то на уровне 13-300 вот так вот эта вот линия, да? В этом районе. За последние несколько дней он вырвался выше этой линии и вот прямо сейчас, сегодня он начинает опускаться ниже нее. Если он закроется ниже этой линии, то я называю это Шигуру ложным пробоем. То есть рынок поднялся вверх, тяжело подышал, не нашел воздуха и начал падать. То есть если рынок ищет, где есть деятельность, где есть объем, а где его нет, рынок идет в противоположную сторону. Проиллюстрировать это вот где-то в конце ноября, видите, как палец такой выпал вниз у Дакса, да? Выпал сюда палец вот здесь, да? Не нашел, работы нет, очень мало сделок. И он, значит, рванул в противоположную сторону, наверх. Сейчас вверх, работы нет. И теперь Дакс опять возвращается вниз. Если МСД-гистограмма на дневном графике у правого края либо сегодня, либо завтра тикнет ниже предыдущего долбика, это будет совершенно четкий сигнал играть на понижение. И я себе это дело беру на заметку. То есть по окончании этого вебинара я очень внимательно буду рассматривать Дакс с тем, чтобы закоротить его возможно либо сегодня, либо завтра. Очень интересный график. И он подтверждает, кстати, то, что я сказал про американский график. Долгосрочно картину здоровья, краткосрочно одышка. Поднялся, 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 а больше сил нет. Рынки все время колеблются, рынки все время колеблются. И один кусочек моей домашней работы, которую я выполняю каждый уикенд уже много лет. Я рассматриваю 14 ведущих рынков мира вне Соединенных Штатов и смотрю на их месячные и недельные графики. с тем, чтобы посмотреть по импульсной системе. Система она зеленая, красная или синяя. И вот в это воскресенье на месячных графиках 13 из 14 международных рынков были зелеными. То есть все прекрасно. А когда все прекрасно, то что будет дальше? Какие рынки же меняются все время? Все прекрасно будет менее прекрасно. И вот образец на рынке DAX. Окей. Давайте глянем на какие-то американские рынки. Давайте чтобы опять-таки говорят, люди, которые не изучают историю, обречены на то, чтобы ее повторять. И сказавшие это, давайте посмотрим на рынок Гонконга EWH. Сейчас добавляю. К сожалению, я не могу вам показать или могу график из своего дневника. Я веду дневник сделок. И для каждой сделки я могу вам показать график, где я вошел. На этом графике есть недельные и дневные графики. Они скомбинированы в один, в одну картинку. Я могу вам показать график выхода. И потом месяца два спустя я возвращаюсь к закрытой сделке и делаю график. А как она выглядит потом? Был я прав или не прав? И вот здесь вот на графике гонконгского рынка поскольку это не мой это не мой софт мне придется это делать по памяти Гонконг в то время как международные рынки поднимались Гонконг падал большую часть года как вы знаете там конечно тяжелая политическая обстановка беспорядки борьба за демократию и т.д. И на фоне этого на фоне этого слева недельный график да окей на фоне этого рынок стабилизировался учинил двойное дно на недельных графиках бычью дивергенцию на индексе силы и глядя на дневной график я купил вот в районе где-то в сентябре в районе этого пальца который был выброшен вниз не помню за день за день до или за день после по-моему за день до купил как часто бывает чуть-чуть рано опять-таки МСД гистограмма повернулась вверх была бычья дивергенция невидимая на этом экране и рынок Гонконга попер вверх в конце октября был гап и на следующий день после этого гапа я продал хватит хватит для меня это слово силы большинство людей говорят мне надо больше 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 хватит это слово силы я купил ниже зоны ценности продал выше зоны ценности и продал когда рынок начинал уже закипать как оказалось продал совсем неплохо немножко рано продолжал идти вверх еще после этого три дня но после этого обвалился опять вот это иллюстрация маятника образного движения биржи биржа переплевывает сама себя на пути вверх и на пути вниз и поэтому очень важно не просто бежать за ценами а подумать что имеет смысл а что нет давайте посмотрим на парочку американских акций которым я присматриваюсь и в некоторых из которых я держу уже позиции л-дос л-д-о-с л-дос это компания софта вот так вот да с левой стороны недельный график что мы видим на нем качество картинки можно в книжку вставить да что мы видим на что первое что бросается что первое что бросается в глаза на на графике л-дос скажите мне кто-нибудь выскажется хотя мне нужно будет поднять немножко зум дивергенция пишет Алексей дивергенция пишет Филип Филип надо говорить наверное тысячи лет не говорил на украинской не размавлял на украинской мове бабушка жила в Харькове ложный прорыв вверх вы знаете нет вот кстати это неправильно Филип это не ложный прорыв вверх он не ложный потому что он все еще выше летнего пика но совершенно четкая медвежья дивергенция МСД гистограммы МСД линий и индексе силы тройная дивергенция я ни разу не был на ипподроме в России поэтому не знаю ипподромных терминов в Америке на американском а здесь у меня друг которому посвящена моя книга как играть и выигрывать на бирже он был блестящим одним из самых блестящих игроков на лошадях колоссально вообще играл я к сожалению есть выражение в американских игроков на лошадях трефекта трефекта вот все три все три это недельный график смотрим на дневной график теперь справа имеется двойной пик если вы посмотрите высшую цену первого пика первого пика какая цена Роман может быть вы скажете мне не видно 92.39 и последний пик последний пик чуть 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 выше 92.42 окей 39.42 да то есть вот вот это вот это вот ложный выпад вот это ложный выпад ложный пробой на 3 копейки на 3 цента да то есть какой-то гений продал продал на понижение на первом пике и сказал поставлю защитную приостановку на 1 цент выше его взяли за жабры а другой какой-то гений сказал да как сильно акция идет вверх значит какой какой был вверх 92.39 ну если он пробьет этот пик и будет 92.40 я куплю и ему продали впарили да вот это вот ложный выпад вчера произошел это ложный выпад что происходит сегодня сегодня лдоз уже начинает обваливаться и если вы посмотрите на мсд гистограмму то имеется такой особый случай дивергенции я его называю отсутствующее правое плечо то есть первое плечо вот это здоровенный здоровенный объем выше нулевой линии это значит левое плечо потом провал сломали спину быкам и потом идет вверх и так слабенько идет вверх даже выше нуля не поднялся отсутствующее правое плечо колоссальная медвежья дивергенция я уже добавил к этому дивергенция мсд линий дивергенция индекса силы трефекта ну рынок бычий надо покупать да или нет шутка шутка вот это вот то чего люди которые не учат технический анализ не видят не видят этого наши инструменты это как рентгеновские лучи для хирурга а что внутри я учился в Тарту в университете и там стоял один из первых рентгеновских аппаратов мира экспонат можно сказать и пользу просто перестали пользоваться и оставили как экспонат представьте себе хирург сто лет тому назад приходит пациент к нему что-то с костями плохо доктор его щупает и нюхает и смотрит высказывает свое ученое мнение а сейчас руку под рентген и все видно не надо думать не надо нюхать не надо вот это рентген и у нас есть такой рентген только надо уметь им пользоваться естественно вот это вот рентген L-D-O-S давайте еще одну акцию посмотрим Лин Л-А-Н открываю Лин Лин Ларри Л-И-Н 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 Лин Готово Вы знаете у вас колоссальный гап на недельном графике на моем графике этого гапа нет так что а я знаю с чем это связано вернее думаю что знаю с чем это связано думаю что знаю что я знаю ваш софт наверное когда компания объявляет большой дивиденд она вычитает этот дивиденд из цены акций получается гап давайте другой пример посмотрим ITW Illinois Toolworks машиностроительная фирма в Иллиной ITW готово окей смотрим на левую сторону на левую сторону графика и как всегда начинаем с левого края начинаем с левого края это мой совет всем вашим участникам люди как-то впыриваются сразу смотрим на последний график покупать или продавать подожди подожди оттяни лиц оттолкнись от экрана посмотри на более широкий диапазон и даже вот на этом графике видно какое великолепное дно было построено в октябре прошлого года двойное дно видите как его два пальца вниз один второй и какая прекрасная бычья дивергенция была в МСД гистограмме глубокое дно в апреле восемнадцатого года и очень невысокая донышко в сентябре и потом уже в ноябре прошлого года вот это была великолепная дивергенция и из нее начался бычий взлет этой акции от 124 долларов примерно за акцию к 180 50% за год не худо смотрим что происходит сейчас недельный график ITW опять как бы дает нам эти два пальца вверх в данном случае вверх а не вниз МСД гистограмма особой дивергенции вообще дивергенции не показывает потому что последний пик такой же как и предыдущий индекс силы показывает дивергенцию на недельном графике это недельный график а а теперь смотрим на дневной график справа и вот здесь то мы видим вот этот вот ложный выпад вверх и здесь великолепная медвежья дивергенция по крайней мере вчера была великолепная медвежья дивергенция сегодня ITW чуть-чуть поднялась и мы видим что дивергенция снята на данный момент поскольку MACD гистограмма продолжает подниматься то есть на данный момент сигнала нет но сигнал может появиться позже сегодня завтра надо смотреть надо смотреть вот так вот просто хотел показать вам образцы акций я не вижу на рынках что 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 просится купить сейчас а продать находится находится очень много филипп спрашивает посмотрите дает несколько несколько символов может посмотрим Microsoft MSFT какой индекс американской биржи отражает американский банковский сектор вы знаете Александр это будет даже не индекс а это будет ETF у нас торгуется ETF на все секторы экономики даже на очень узкие так что советую вам воспользоваться я я не я не занимаюсь особенно ETF немножко не сильно поэтому я вам советую выйти на Google и и сказать и напечатать American Stock American Bank Sector ETF и через 10 секунд у вас будет ответ окей Microsoft смотрим на недельный график смотрим на недельный график знаете я я всегда себе говорю в таких случаях когда волк идет на охоту он хочет оленя скажем завалить он ищет самого сильного жирного питательного оленя или он гонится за оленем который старый хромой и тощий волк волк ищет легкой добычи сильный здоровый олень может и забодать по крайней мере может поранить сильно поэтому лучше гнаться за более легкой добычей это очень сильный олень Microsoft очень сильный олень настолько сильный что его недельные графики вырываются за верхний конверт вот это сила можно ли играть на понижение ну в какой-то момент вот даже может быть когда-то но я я хочу оперировать по принципу волка легкая дайте мне легкую добычу легкую добычу с ограниченным риском а не сильную добычу с большим риском очень рискованная акция смотрим на смотрим на дневной график того же Microsoft с правой стороны да вроде намечается дивергенция намечается дивергенция но посмотрите как даже дневной график настолько силен что вырвался из конверта может забодать может забодать опасно вопрос о нефти и еще что-то видел и пропустил давайте посмотрим на нефть вы обычно бренд выставляете да да сейчас запускаю готово давайте если можно посмотрим немножко более долгий график недельный то есть не два года а подольше один момент я сделал вот так прекрасно прекрасно нефть нефть стали обваливать где-то в 16 году видите когда последний пик был кстати была медвежья дивергенция и начали обваливать и нефть обвалили сильно к началу к концу 18 года был взлет а потом ее опять начали обваливать где-то к середине этого года и обвал провалился видите был как палец который вышел из конверта высунулся а не хотит начался взлет взлет стал очень сильным в какой-то момент получил по рогам опустился но опустился выше предыдущего донышка и отсюда идет новый обтренд то есть нефть на мой взгляд находится в бычьей стадии сейчас немножко переоценена мы сейчас посмотрим через минуту на недельный извините на дневной график но медвежий рынок нефти закончился он закончился в конце прошлого года сейчас идет постройка дна и подготовка к следующему подъему думается мне давайте посмотрим на дневной график вот вам вот он торговая система налицо зоны ценности четко и постоянно поднимаются и нефть взлетает выше зоны ценности а потом кратковременно бьет ниже зоны ценности очень быстро поэтому систему игры которую я вам предлагаю я вам предлагаю подумать об этой игре систему игры о которой я вам предлагаю подумать посчитайте посчитайте вот каждый из этих пробоев ниже зоны ценности примерно на сколько долларов ниже он пробивает в среднем потом возьмите скажем половину этой суммы не надо жадничать половину этой суммы и поставьте приказ на покупку на таком расстоянии ниже зоны ценности на один день вечером пересчитайте зону ценности и выставьте приказ на будущий год средняя величина пробоя вниз и вы ставите свой приказ на покупку на половине этой стоимости потому что пробой может быть более мелким обидно будет пропустить или не обидно если не обидно ставьте ниже но вы видите насколько закономерно этот рынок идет вверх в какой-то момент естественно эта закономерность как и все остальные улетучатся но она есть и пока она есть нам нужно отвечать на реальность очень интересно спасибо за вопрос со своей стороны и от участников которые тоже спрашивали можем посмотреть евро-доллар да потому что с удовольствием я в марте лечу в Европу и значит там у меня будет конференция в Амстердам около Амстердама а потом у меня есть группа друзей мы уже много лет подряд каждый март на лыжах ездим кататься заказали очень хорошую гостиницу и они у меня попросили 25% депозитов посмотрев на график евро я им сказал а можно я всю полностью всю предоплату сейчас сделаю потому что евро мне показался очень дешевым давайте тоже посмотрим на более длинный график евро я немножко забежал перед собой недельный график евро пик был достигнут где-то в начале прошлого года был очень длительный медвежий рынок и сейчас за последние несколько месяцев евро стабилизировался выпад вниз который был летом все больше он уже сейчас выглядит как ложный пробой вот эта горизонтальная линия которая бежит по экрану сейчас показывает зону предыдущую зону поддержки и рынок сейчас выбивается выше зоны поддержки оставляя внизу ложный выпад посмотрите на МСД гистограмму какой низкой она была в 18 году в апреле 18 года и как все последующие падения были гораздо более плоскими а сейчас МСД гистограмма выше нуля набирает силу так что недельный график предлагает мне думать о том что медвежий рынок в евро заканчивается закончился и посмотрим на дневной график чтобы определиться как что с ним делать картины которые вы видите раз за разом за разом на графиках акции на графиках индекса на графиках нефти и вот пожалуйста сейчас на графике евро рынки колеблются и вот конверт перед вами это автоконверт позволяет вам поймать неправильное слово поймать позволяет вам узнать зоны в которых имеет смысл ожидать разворота цен вы видите когда евро вываливается из этого конверта то он не остается вне конверта надолго и конечно имеет смысл играть против выпада из-за возвращения в конверт у левого края выпады вниз один второй третий сильный взлет выпад вверх еще маленький кротчий выпад вверх и сейчас в этом месяце был опять выпад вверх я думаю что падение в район зоны ценности вполне разумное ожидание я это говорю не к тому чтобы играть на понижение не надо быть гением не надо знаете как я про волка говорил не надо искать лучшую не надо искать самую выгодную добычу самую богатую добычу самую богатую добычу не надо быть гением и искать и искать огромного какого-то тренда скромно скромно и с деньгами рынок переоценен и самая такая нормальная мишень для его движения это к зоне ценности и может быть немножко ниже вот и все так что в данный момент конечно евро выглядит переоцененным и но я бы не стал и то что не стал я не буду его продавать на понижение почему я бык по евро значит я буду искать на дневных графиках только сделки на повышение сделки на понижение меня не интересует против тренда я не хочу торговать если тренд вверх я хочу найти как купить чтобы тренд работал на меня а не против меня мы наверное у нас не так много времени остается буквально всего несколько минут но вот уже несколько участников сейчас слежу за чатом написали про фунт доллар очень волатильный очень волатильный инструмент да 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 выборы и все поэтому предлагаю посмотреть его и еще несколько вопросов которые мы получили до вебинара вы знаете я когда покупал акции вот этого фонда Гонконга ETF Гонконга и WH которые мы рассматривали несколько минут тому назад то я вспомнил слова Ротшильда его спросили когда лучше всего покупать покупай когда кровь бежит по улицам покупаем низко продаем высоко смотрим на фунт я не играл на фунт мне хватает хватает головных болей в Америке чтобы еще в Англию за ними ездить игра на фунт не входила в круг моих интересов но глядя на этот рынок я могу показать конечно что в преддверии выборов была паника и фунт упал фунт на недельном графике в июне июле августе торговался ниже конверта да надо продавать или не продавать а сейчас фунт торгуется выше конверта и он уже как бы вырвался выше конверта и начинает сползать в него обратно сейчас время покупать фунт я не думаю я не думаю покупаем дешево продаем дорого сейчас фунт дорого со временем он опять придет в какую-то разумную зону но сейчас фунт дорого а на дневном графике вообще на дневном графике с правой стороны вашего экрана фунт уже в зоне ценности между двумя скользящими средними когда рынок находится в зоне ценности на мой взгляд я не вижу в нем я не могу его ни купить ни продать почему потому что зона ценности говорит какова ценность этого товара фунт правильно оценен значит фунт фунт сейчас котируется вот столько сколько сколько в нем ценности и все поэтому покупать его зачем продавать его зачем нет сделки нет сделки фунт сделку я вхожу в сделку тогда когда я вижу что рынок недооценен Гонконг или переоценен как вот акция Элдос а когда рынок правильно оценен то мне в нем нечего делать вот так вот спасибо большое Александр вот появился вопрос который мне очень стал интересен и мы наверное никогда его не затрагивали в ходе наших вебинаров какая же была тема вашей докторской диссертации задает Иван вы знаете диссертации не было никогда доктор доктор медицины закончил медицинский факультет Тартовского университета так что это не ученая степень доктора последний человек в моей семье у которого была ученая степень доктора это был дедушка он был профессор завкафедрой в Ленинграде а нет я просто простой сельский врач вернее не сельский а я на пароходе работал с которого собственно я сделал ноги убежал с парохода при советской власти Александр вот я выбрал несколько вопросов я думаю что с нашими участниками для будущих вебинаров мы договоримся таким образом потому что вопросов поступает очень много и нам заранее пошли да мы можем договориться так что запись этого вебинара будет добавлена на ютуб канал мы обязательно всем сделаем рассылку и вот вопросы под этой записью как раз в первую очередь будут рассматриваться поэтому всем участникам кто не успел ну на какой вопрос Александр не успел ответить сегодня пожалуйста напишите его также туда под запись вебинара сегодняшнего и я передам этот вопрос Александру мы сможем уже их осветить то есть на нашем следующем вебинаре который будет отличная идея да тот какой-то обдуманный заранее вопрос да а потом если останется времени то уже все остальное конечно да ну вот вопрос от нашего постоянного участника и тоже довольно-таки интересен ну который лежит на поверхности но которого мы также практически не касались в ходе наших встреч это почему же вы называете трейдинг игрой ведь это на самом деле работа ну я полностью зачитал вопрос да ну это это семантика конечно трейдинг это работа работа очень серьезная очень серьезная очень серьезная колоссально серьезная но при этом безумно интересная это игра в том смысле это я жене на днях сказал я могу перестать работать закрыть все счета перестать работать мне хватит денег на всю жизнь да мне ничего этого не то есть а почему я это все делаю а интересно 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 это игра да но это работа трейдинг в этом отношении можно сказать жизнь и постоянно все меняется постоянно все движется и тем самым это интересно вы знаете у меня есть у меня есть друг хороший он олимпийский тренер и сам в прошлом очень крупный спортсмен получил первую был чемпионом Америки по гребле по академической гребле первую медаль получил в 14 лет последнюю где-то в 30 с чем-то ни разу не был правда на олимпийских играх сам потому что его шанс был в 70 каком-то году когда Картер Советский Союз вторгся в Афганистан и американцы бейкотировали олимпийские игры короче говоря олимпийский тренер мужик невероятно сильный мы с ним раньше в спортлубе вместе занимались он подтягивался на турнике одной рукой или навешивал себе навешивал себе от штанги это диск 45 фунтов 20 килограмм на пояс и половину этого размера навешивал на шею и подтягивался уже двумя руками он говорит Алекс я слабею каждый после этого он мне говорит я слабею каждый год у меня меньше силы меньше скорости меньше меньше я ему говорю Тед а у меня наоборот я сильнее каждый год вот то чем я занимаюсь я каждый год лучше трейдинг это единственная деятельность которую я знаю в которой чем старше тем лучше и тем интереснее это игра отличный ответ Александр это как раз вопрос по поводу бюллетеней я правильно понимаю что получать чтобы получать доступ к вашим бюллетеням нужно Elden.com Elden.com попросите и подпишитесь и мы я его раньше рассылал часто потом раз в месяц сейчас раз в пару месяцев но я его рассылаю как раз сейчас на этой неделе наверное напишу опять и хочу добавить что мы к вашим именам относимся так же как к именам в медицинском офисе с высшей степени конфиденциальности мы вам не посылаем никакой чуши мы никому не даем ваши имена просто раз там в месяц раз в два месяца мы посылаем вам бюллетень и все так что добро пожаловать тогда да для всех участников то есть Elden.com вы можете зарегистрироваться и получать данную информацию также чуть выше был вопрос по поводу индикаторов и здесь так же со своей стороной скажу что для тех участников кто является уже клиентом Admiral Markets мы предоставляем промо-код на покупку индикаторов для четвертого или пятого метатредера но также помогаем с установкой чтобы это было вот именно так как происходит на вебинаре для того чтобы запросить именно код вы можете написать нам на support.ru собака AdmiralMarkets.com и мы уже расскажем по дальнейшим шагам и поможем также с регистрацией тогда я думаю что мы сегодня будем заканчивать Александр спасибо вам большое от себя и от компании Admiral Markets поздравляю вас с наступающим Рождеством и с Новым Годом желаю вам еще стать более мудрее в Новом Году что очень важно для профессии которой сейчас занимаетесь ну и также всем нашим участникам желаю успехов в первую очередь финансовых успехов в Новом Году и дальше мы с вами встретимся уже в конце января и продолжим смотреть что же у нас происходит после новогодних праздников как реагируют рынки и что появилось интересного спасибо большое спасибо большое Роман вам всего самого лучшего и вашей растущей семье хочу добавить что в таком не очень вероятном случае если кто-то из наших участников будет в Азии в январе то седьмого по-моему седьмого января я буду проводить меня пригласили провести однодневный семинар в Сайгоне а восемнадцатого в Токио так что если вы собираетесь оказаться в тех краях то выйдите со мной на связь я помогу вам записаться на эти конференции в Токио точно бесплатно а в Вьетнаме может быть бесплатно все хорошо хорошо всем спасибо за участие спасибо за внимание Александр еще раз спасибо вам увидимся тогда в январе всем спасибо спасибо за приглашение вы мне даете шанс вылезти из моей берлоги и поговорить по-русски жена по-русски знает двадцать слов водка спасибо маленький так еще несколько а тут я вылезаю из своей гормонской берлоги общаюсь на родном языке очень приятно спасибо большое поэтому всем спасибо и до свидания спасибо 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 спасибо